Ном-инспекции в декларации 3 НДФЛ, как узнать по адресу? Одним из основных видов налога в РФ признается НДФЛ, уплачиваемый в порядке, установленном главой 23 НК РФ, далее кодекс. Круг лиц, на которых возложена обязанность о уплате подоходного налогового мосбора, указан в стакан. 207 кодекса. В частности, к плательщикам относятся резиденты РФ, получающие прибыль от российских и зарубежных источников, и не резиденты, в базу. По НДФЛ, в отношении которых включается только прибыль, полученная от источников РФ. Кратко, круги лиц, на которых возложена обязанность по предоставлению 3 НДФЛ. Налогообложение по НДФЛ предусматривает, что декларации должны предоставлять в территориальный налоговый орган категории налогоплательщиков, указанный в стакан. 227-227-1-1-1 стакан. 228 кодекса, а именно ИП, нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие и прочие лица, занимающиеся частной практикой. Иностранные граждане, осуществляющие в РФ трудовую деятельность на основании выданного в порядке, регламентированном 115 З.25. Июля 2002 года о правовом патента. Граждане, получившие доходы от аренды имущества или в результате иных гражданско-правовых сделок, кроме случаев, когда такие доходы уже были исчислены и уплачены налоговыми агентами, граждане, претендующие на получение имущественного вычета от продажи покупки квартиры или при необходимости вернуть налог по ипотечным процентам СМ. Стакан. 220 кодекса. Месторасположение поля для ввода кода в 3НДФЛ нормативно-правовое регулирование. Форма 3НДФЛ утверждена приказом ФНСРФ номер ММВИ 7 ноября 671 года Собака 24 декабря 2014 года об утверждении. Порядок заполнения формы представлен в приложении 2 этого нормативного акта, в том числе и данные о том, как узнать номер инспекции в декларации 3НДФЛ, где указывается код инспекции. Титульный лист декларации содержит в себе поле представляется в налоговый орган код, который обязательно заполнять всем налогоплательщикам. Равно, как иные поля, например, номер корректировки, налоговый период код категории налогоплательщика и дыры. Закрывающая круглая скобка точка. Важно! Код всегда состоит из четырех цифр. Узнавать его всегда возможно при помощи следующих сервисов. Электронный сервис, определение реквизитов и ФНС, персональный кабинет. Налогоплательщика. Программа. Декларация. Разработанная при участии ГНВЦ. Также заявитель может не использовать вышеуказанные сервисы, а истребовать значение кода, позвонив в управление ФНС по региону номер. Телефон узнается посредством выбора региона в верхнем левом углу на сайте ФНС. Нажатие на вкладку «Контакты и обращение» и клика. По пункту управления ФНС по региону, лично явившись к налоговому инспектору в территориальный налоговый орган по месту жительства. Адреса узнаются вышеуказанным образом или же сделав официальный запрос путем отправки заказного письма. Рекомендуется использовать именно электронные сервисы, так как они быстрее, удобнее и позволяют получить нужную информацию буквально за пару кликов. Сервис определения реквизитов и ФНС. Перед декларированием доходов с помощью тренда ФИЛ налогоплательщику рекомендуется узнать код и ФНС, перейдя по данной ссылке. Сервис предоставляет две функции предоставления данных о коде по адресу прописки налогоплательщика или поиск кода из интерактивного справочника. Обратите внимание, вторая функция будет полезна, если гражданин знает полное наименование своего территориального органа ФНС. Например, Межрайонная инспекция ФНС России номер 4 по Чеченской Республике. Если гражданин знает название ФНС по процедуре истребования кода, будет легкий выбор вида налогоплательщика при помощи радиокнопки «Физическое лицо» или «ИП», либо же «Юридическое лицо». Клик по пустому полю рядом с его наименованием код и ФНС и ожидание открытия интерактивного справочника, куда нужно кликнуть для открытия справочника нахождение региона жительства налогового плательщика и нажатие на значок в виде плюса. Далее нужно посмотреть код, который будет расположен рядом с известным налогоплательщику наименованием и ФНС. Именно это четырехзначное число и нужно заполнить соответствующий поле декларации. Перед тем, как заполнять декларацию, можно воспользоваться и функцией поиска кода по адресу жительства плательщика. Для этого выполняется действие «Клик по пустому полю рядом с его наименованием, адрес ожидания и открытия классификатуры адресов». Ввод адреса жительства. Для выбора субъекта РЕФ достаточно знать его код, а название города и улицы выбирается из классификатора. Путем ввода сначала улицы, а затем города, ввода города и улицы в классификаторе. Нажатие ОК и просмотр автоматически высветивший гася кода воли код и ФНС. Программа «Декларация». Данное побыло разработано при участии ГНВЦ. Программа создана в первую очередь для формирования 3НДФЛ автоматически после заполнения заявителем ряда данных или выбора их из раскрывающихся списков. Дополнительная информация. Узнать кодификатор налоговый при помощи этого поможено только, если заявитель знает наименование своей территориальной инспекции. Ном-инспекции в декларации 3НДФЛ «Как узнать» по адресу через программу «Декларация» «Пошаговая инструкция» «Скачивание программы». Синтернет сайт ФНС и ее установка на ПК «Запуск» «Переход» на вкладку «Задание условий» «Выбор типа декларации 3НДФЛ» «Нахождение поля» Ном-инспекции и клик по троеточию «Нахождение наименования» нужно инспекции путем пролистывания списка «Ознакомление с кодом». Слева от названия «Как узнать» через программу при необходимости дальнейшего формирования 3НДФЛ «Двойной клик» по названию ФНС. В таком случае код автоматически подставится в поле «Ном-инспекции». После формирования декларации ее необходимо сохранить в формате DC-7 и отправить инспекторам в ФНС через единый портал при помощи услуги «Прием налоговых деклараций физических лиц 3НДФЛ» или в личном кабинете налогоплательщика клик по пункту «Направить сформированную декларацию». Личный кабинет на сайте налоговой службы определить цифры территориальной налоговой можно и через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого необходимо начать заполнение 3НДФЛ в следующем порядке. Авторизация ВЛК при помощи ECI или логина и пароля указаны. В регистрационной карте клик «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы». Далее, декларация по форме 3НДФЛ. Нажатие «Заполнить» «Отправить». Декларацию онлайн. Внимательное ознакомление с возможностями сервиса и пролистывание страницы вниз. Клик «Заполнить новую декларацию». Выяснить, за какой год нужно подать 3НДФЛ и выбрать его из представленного перечня, на первой вкладке «Данные» спуститься вниз. И найти раздел «Инспекция и муниципальное образование налогоплательщика». Определять код данным образом стоит также так и при использовании сервиса «Определение реквизитов и ФНС», то есть клик по пустому. Месту поля кода и ФНС, пролистывание справочника и нахождение своего региона, нажатие на плюсик, нахождение названия своей инспекции и ознакомление с кодом. Местоположение кодов при заполнении 3НДФЛ к свидетельству ИНН. Ответ на вопрос «Как узнать номер налоговый по ИНН?» просто нужно всего лишь посмотреть на свой ИНН первые четыре цифры и будут искомым кодом СМ. Приказ ИНС номером МВА 7 июня 435 года собака 29 июня 2012 года об утверждении. Ответы на другой вопрос «Какой налоговый относится ИНН физического лица?» также содержатся в данном правовом акте СМ. П. 9. Либо к налоговый по месту жительства, либо пребывания гражданина, либо по месту нахождения его имущества. Госуслуги. 3НДФЛ может также заполняться через единый портал. Обратите внимание, порядок внесения данных практически тот же, что и в персональном кабинете на сайте налоговой. Чтобы начать формирование заявления декларации, необходимо авторизоваться на госуслугах, перейти по данной ссылке, выбрать тип получения услуги, сформировать декларацию онлайн, проверить, нет ли уже ранее сохраненных, но не отправленных деклараций. Если нет, то следует нажать «Заполнить новую декларацию», обнаружить раздел «Инспекция и муниципальное образование налогоплательщика». Код на госуслугах. Перейти в интерактивный справочник, кликнув по пустому месту рядом с полем «Код и ФНС», найти свой регион, нажать на стрелочку вверх и обнаружить искумный код рядом с наименованием своей территориальной инспекции. Итак, на титульник 3НДФЛ нужно внести четырехзначный код, уникальный для каждого территориального отделения ФНС. Узнать его можно на госуслугах в ЛК на сайте ФНС при помощи по декларации или в свидетельстве ИНН. Самый простой способ – это сервис определения реквизитов и ФНС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова